Приветствую вас, дорогая Церковь! Слава Господу и шалома, мир вам! Благодарю Господа Бога нашего Иисуса Христа за еще одну возможность, которую я имею, что вместе с вами могу поклониться и прославить Бога Израилю, а также продолжать учиться от слова благодать. И вот богослужение – это время, когда мы можем созерцать Божью красоту, чтобы, увидев Божий свет, мы смогли бы увидеть себя и свою нужду в Нем. Чтобы какие бы события ни происходили сегодня, мы понимаем, что мы живем в последнее время, когда на наших глазах совершается последняя часть Божьих пророчеств. И даже тогда, когда мы не понимаем, почему это или другое происходит, все равно в уповании на Господа, в чем и есть благословение, доверять Ему, Богу нашему и Спасителю. Помня вот тот день, когда Господь, найдя нас в этом мире греха, зла и тьмы, и очистив свою кровь, и соделать частью своей вечности, чтобы мы не унывали и не страшились, тем более знаем, что Господь царствует, и будет так, как Господь решил. А вот и нам нужно больше размышлять о вечности и постараться с Абим поправлять свои святинки, потому что, когда это делает Бог, это больно. Размышлять о вечности, помня, что мы странники и пришельцы на этой земле. Я расскажу, наверное, одно свидетельство, и очень коротко. Я хотел бы поговорить через Слово Божие, коснуться темы библейского стандарта, что мы и сегодня исследовали свои сердца, хотя это нужно делать каждый день. И если воля Божия, я буду жив-здоров, и смогу в следующий раз посетить вашу церковь, уже не с опозданием таким, но с начала самого собрания, я постараюсь закончить эту тему. Но мы закончили вчера евангелизацию в городе Гринвелл. И один из братьев вашей церкви, член вашей церкви, я его не вижу, может быть, он здесь, в служении помогал, и помогал настолько благословенно. Были еще другие братья. Но мы своими глазами, хоть мы и 21 год служения, но я очень хотел, чтобы и братья увидели, насколько вот благословение делится, добрая есть. Были тысячи людей в Гринвелле, тысячи людей. И это видео уже выставлено на нашем канале Евангелие в последнее время. Если вы захотите, вы можете сами посмотреть. Но было благословение. Почему? Потому что всегда, когда возвещается весь спасение, вечное Евангелие, это всегда благословение. Хоть мы и не можем спасать людей. Я не могу вместо кого-то покаяться или даровать милость покаяния. Но что мы можем от Бога? Мы можем молиться за людей. Мы можем желать им спасения. Иметь сострадание к людям. Совершать добрые дела во имя Иисуса. Находить время для людей. В этом и любовь. Что не только для себя, но для людей. Потому что люди, умирая без Христа, умирают навсегда. Тем более такая возможность. И Слово Божие никогда тщетно на него возвращается. Хотя большинство вчера отвергало. Мы немного раздали Библии. Так же наша цель. Мы раздаем Библии на разных языках. Но все равно они слышали Евангелие. Даже несмотря на то, что была оппозиция. Да. Все равно люди слышали Евангелие. И мы не лучше этих людей. Но даже если отвергали. Может быть однажды Бог помилует кого-то из них. Если в Гринвилле и Спаренбург осталась одна неверующая душа. Мы уже должны идти. Это сердце Отца. Потому что сердце Отца не в том, что мы купили, продали, перепродали. Опять купили, опять перепродали. Если есть возможность. Я нормально отношусь ко всему. Но сердце Отца не в этом. А в том, что мы оставались солью и светом. И чтобы люди через нашу жизнь. По тем дарам, которые мы имеем от Духа Святого. Видели бы Иисуса Христа. Благослови Господь. Огромное вам благодарение за молитвы, за поддержку. Сказал, что это видео как английской версии, так и русской версии на канале Евангелие в последнее время. Мы продолжаем проповедовать Евангелие временем и временем по Америке. 17 штатов. На сегодня мы имеем эту привилегию от Господа по милости. Вот быть частью Его великой работы на этой земле. Потому что понимаем, что благодать, благодать она завершается. Она заканчивается. Мы это понимаем. Поэтому молитесь о своем городе. И не будем забывать, что Америка это также наша страна. Мы живем здесь. Мы понимаем, что наше вечное жительство на небесах. И у нас один царь. Иисус Христос. Но мы живем в этой стране. Мы живем в этом городе. И Бог говорит в Писании, чтобы мы не забывали. И помнили об этом. Молились за наши города. Молились за начальника страны. Так говорит Господь. За правительство. За царей. Бог говорит. Молиться. И мы должны молиться. Не отделять себя от этого общества. Пускай у них другой менталитет. Бог нас сюда перевел. Не для того, чтобы мы обогащались. И даже не для того, чтобы мы были сыты. Это тоже благословение. Бог нас благословил здесь. Но не эта цель Божия. А я уже сказал. Чтобы как христиане были солью и светом. Наша информация также будет на столике. Если есть желание, можете взять. Ну а сейчас хочу прочитать два места из Священного Писания. И очень быстро. Буквально, может быть, минут 5-7 максимум. Я буду завершать. Первое место из Евангелия от Иоанна. Давайте откроем 14 главу. 15 стих. Господь говорит так. Иисус сказал. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Вот так просто. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И еще одно место из того же Евангелия. И оно уже 13 глава. На одну главу ранее. Тоже 15 стих. Смотрите, что сказано. Ибо Я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что Я сделал вам. Итак, мы поговорим сегодня о библейском стандарте. Потому что у Бога есть стандарт. Если мы хотим иметь эффективную жизнь во Иисусе Христе, мы должны жить в Божьем стандарте. Не в своих убеждениях, не в своем, как бы, нарисованном мире, или так, как нам кажется, как правильно, но в Божьем стандарте, в библейском стандарте, в Божьей рамке. От этого зависит наше благословение. Я хотел бы, чтобы сегодня мы даже как бы потрогали, ощутили вот эту радость жить в Божьем стандарте. Хоть это нелегко, но это возможно. Я прочитал. Иисус сказал, Я дал вам пример. Значит, возможно. Но не своей силы, но силу и Духа Святого. К сожалению, у нас есть сила, когда мы живем сами, как я, только согрешать. Но я говорю сейчас о силе Духа Святого, которая, да, помогает нам в стремлении жить и стать последователями пути Иисуса Христа. Потому что Иисус есть путь. Путь страданий, гонений, тернистый путь, но славный и победоносный. Это не случайно. Почему? Потому что первые христиане, а первые христиане были евреи. Вот через неделю мы будем отмечать праздник Пятидесятницы, Троицы, рождение церкви, или мы говорим по-еврейски шавуот. Да, когда Дух Святой сошел, да, и образовалась церковь. И вот до пяти тысяч человек, первая церковь апостольская, было немало людей. Но это были евреи, почти все. В Иерусалиме, в Иерусалиме. И вот они называли себя вот по этому слову. Иисус Христос, Христос, кристос по-гречески, Мессия по-английски, Мессия по-русски, или просто помазанник, Иешува, Иисус, спасение Иговы. Которые помазаны Богом, Отцом. Он помазанник. Но когда они говорили, что они Мешихи, от слова Мащех, еврейское, помазанник, они вкладывали вот интересное значение, как мы говорим христиане, последователей пути. Вот этого пути, библейского пути, тяжелого пути, чернистого, узкого, но вот этого пути, пути спасения. И когда Бог нас нашел, а это было решение Божьего, потому что мы не искали Бога, даже если вы все из верующих семей, это великое благословение, вы слышали Евангелие от родителей, это великое благословение, но все мы рождаемся во грехах. И Бог нас нашел, мы не искали Его, Бог нас нашел, Бог нас очистил, по милости, спас, это Бог, Ему слава только. И когда Бог это сделал, Он даровал нам надежду на спасение. Вот это Его дар, как сказано, чтобы никто не хвалился, дар по благодати, которую мы имеем. Но если мы приняли этот дар, если мы стали называться христианами, тогда у Бога появляются к нам требования. И вот требования являются первым измерением, потому что стандарт Бога имеет несколько измерений. Требования являются первым измерением Божьего стандарта. Давайте рассмотрим, какие это требования. И соблюдаем или совершаем эти требования в своей практической жизни. И первое, мы должны идти. Почему мы должны идти? Потому что сам Иисус пошел. Смотрите, 9.35 Матфея. «Ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их проповеду, и в Англии царствия исцеляя всякую болезнь, всякую немыщь в людях». Когда-то в Израиле был царь Соломон. И мы знаем, как Бог его благословил, мудростью особенно. И люди со всей земли шли в Иерусалим для поклонения и послушать мудрость Соломону. Соломон кто? Царь Израилев. А Иисус кто? А Иисус царь царей. И Господь господствующих, это намного больше, чем только быть царем Израиля. Но он оставил славу на небесах, взял плоть, родился на земле и пошел на крест. И был убит вместо нас, взяв наше поношение, наши грехи, наше преступление. Умер и воскрес. Слава Богу! Чтобы совершить план Отца. План спасения. Нам не нужно сегодня ни за кого умирать. Жертвы Христа достаточно вот на все это время благодати. Но хотя бы найти немного времени для людей в Гринвиле, для людей в Спартанбурге, хотя бы один час в месяц, чтобы напомнить людям о том, что Иисус их любит. Чтобы просто помолиться за кого-то, неверующего, не считать себя лучше Него. Как мы говорим, вот наркоман, вот там такой и другой. А чем мы лучше? Чем мы лучше? Что Бог нас помиловал? Помиловал! Так это Божье решение. А Бог может и этого, как мы говорим, наркомана помиловать. Почему мы хороним людей, когда они еще живы? Может быть, молиться за них? Может быть, молиться за них и желать им спасения? Но находить время. Потому что, если мы не найдем время для людей, мы никогда не сможем полюбить людей. А сможем ли полюбить тогда Бога? Тогда все наши разговоры, все наши проповеди, оно не будет иметь никакого смысла в глазах Господних. Поэтому, если церковь не идет, она не сможет устоять в духовной войне, ведь до войны духовная продолжается. То есть, она не сможет стать просто церковью, о которой Бог сказал, и врата ада, и его не одолеют. Далее, второй пункт, мы должны учить через свою жизнь, чему все очень просто, что правильно, что неправильно. Мы же соль и свет, так сказал Иисус. Если я сегодня не могу быть солью и светом, для чего я пришел? Поклоняюсь Богу. Для чего? Тогда я лицемер. Да, мы должны учить. Если в этом мире нормально поддерживать курение, марихуаны, мы говорим, это грех. Если в этом мире нормально поддерживает гомосексуалистское движение, мы говорим, это мерзость перед Богом. Если в этом мире нормально разводиться, мы говорим, Бог ненавидит разводы, кроме причины при любодеянии. Если в этом мире ненормально иметь сексуальное отношение до брака, мы говорим, это грех смерти, аборт и есть убийство. Потому что правильно есть правильно, а неправильно есть неправильно. И мы должны говорить об этом. Конечно, за это попадет, потому что этот мир не изменился. Он как ненавидел Иисуса Христа, он так и ненавидит. Вы думаете, в Америке по-другому? Слава Богу, нас еще никто не убивает и в тюрьму запробовать и в Англии не сажает. Пока. Но люди остаются людьми. Я сейчас не хочу учить, чтобы мы специально искали гонения. Нет. Но я говорю о том, когда мы свидетели беззакония и закрываем свои сердца, это говорит о компромиссе. И лучше остаться верными в этом Богу. И даже если нас будут за это преследовать, чем тогда, когда мы пристанем перед Богом. И Он напомнит нам, что мы промолчали и закрыли свои сердца, когда мы были свидетелями беззакония. мы должны учить и свою жизнь и овлять Христа, что есть свет, а также говорить о том, что есть тьма. Третье. Иисус проповедовал. А знаете, что это значит? Он выносил послание доброй вести наружу. Он не держал это в своем здании, в синагоге. Вот только для нас, только мы. Вот красиво, все хорошо, уютно, нормально. У кого-то есть дом, у кого-то нет дома, но тепло, хорошо, дети с нами и только для нас. Иисус этого не делал. Он шел, где овраги, где были несчастные, сидел среди мытарей и грешников. Он, царь царей, дотрагивался до прокаженных, которым никто не хотел приходить. Они на кладбищах жили в то время иудеи. Их уже похоронили. А он шел и дотрагивался для них. Он сам, кто есть Господь, господствующих, оставил славу ради нас, грешников. Он шел, он выносил, он проповедовал, он заботился, потому что он любит людей. А как у нас? Мы, я слышал, в одной церкви бездомные стали приходить, так люди стали от них подальше отсаживаться и потом сказали, уже не будут приходить, потому что бездомные в церкви стали приходить. Извините, от них якобы не по-французски пахнет, извиняюсь. Так давайте помоем их, давайте оденем, отдадим им другую одежду, давайте мы это сделаем. Для чего церковь, вот Бог создал ее, славить Господа, да, но мы как инструмент. Богу не нужна наша помощь, но мы как инструмент. Бог совершает свою историю через своих детей, через церковь свою. Если мы не расскажем этим несчастным людям, тогда кто? Брат Николай приедет, сестра Людмила поможет. Конечно, у нас разные дары от Духа Святого, но проблема в том, что мы их закапываем, потому что нам часто все равно. и все проблемы, потому что нам очень часто все равно. Для себя нам не все равно. А Бог хочет, чтобы не только для себя. Вот люди, которые окружают нас, вы думаете, хоть сегодня технический прогресс, компьютеры, Библии можно купить в долларовом магазине. Вы думаете, у них это есть сознание открыть компьютер и читать Библию? Или они пойдут в долларовый магазин и купят там Библию? Нет. Нет. Поверьте, за 21 год, если бы вы видели, сколько мы встретили американцев, которые никогда Библию не читали. И не только американцы. Нет, но если мы хотим, чтобы они приходили к нам в церковь, мы должны пойти, мы должны их найти, мы должны им рассказать, мы должны их пригласить. И церковь не может быть еврейской, церковь не может быть славянской, церковь не может быть французской. Церковь Иисуса Христа. И церковь должна достигать всех людей. А мы отделили себя. Вот у них такой менталитет, у нас такой менталитет. Это другие люди, мы другие люди. Я понимаю, да, разная культура. Да. Но мы должны достигать всех. Потому что Бог любит всех. И да, и англоязычных людей тоже. Потому что мы здесь живем. И здесь мы должны быть ответственны. Потому что Бог нас просит не за людей в Израиле, а Бог будет спрашивать за людей в Спартербурге. То же самое, как и меня. Бог будет спрашивать за мою семью. Это ответственность, которая лежит на всех нас. И когда мы атакуем царство дьявола, дьявол будет атаковать нас, он будет атаковать наши семьи. И да, потому что это действительно война. Итак, Иисус, Он пошел, Иисус, Он учил, Иисус, Он проповедовал, Иисус исцелял. Это великий и редкий дар Духа Святого. Я верю в исцеление, но по воле Божьей. Не все обладают этим даром. У меня дети больные. Если бы я имел этот дар, я его не имею. Я бы исцелил, конечно, в первую очередь своих детей. Но этот дар есть. Но другими словами, можно сказать, что Иисус, Он любил, и Он любит. Я уже сказал, Иисус любит. Он любит. И Господь хочет, чтобы и мы научились любить. Не из выгоды, как сегодня модно. Извините, может быть, неправильное слово. Сегодня как мы любим? У кого дорогая машина, у кого широкий карман, кто известный. И мы хотим быть рядом. Может быть, какую-то выгоду. Какую-то выгоду взять. Он же известный. Я сейчас говорю не о людях мира с него. Я говорю о многих верующих людях. А завтра этот человек, что-то случится с ним. Мы его уже не знаем. А почему? Потому что от него выгоду уже не можем взять. И сегодня многие так живут. В это последнее время. Вот почему Бог будет стряхать в свою церковь. Да, события, говорят, очень тяжелые. Но и в этом тоже есть благословение. Потому что ничто нечистое Царство Небесное не наследует. И лучше пусть Господь будет отрезать у нас то, что нужно быть отрезанным, чем потерять надежду на спасение. Но лучше, чтобы мы это сделали сами. Я уже сказал, когда это делает Бог. Это очень и очень больно. Больно. И последнее. И самое главное. Иисус всегда молился. Он всегда молился. Когда Бог открывает двери, не закрывайте свои сердца. Если чего-то не хватает, но если Бог посылает, Бог будет и обеспечивать. И самое опасное место станет безопасным, если мы уповаем на Господа и понимаем нашу зависимость. И самое безопасное место станет самым опасным для нас, если мы хотим оставаться независимыми. Помню благодеяние Господне и благодаря Его каждый день. Понимая, что и хлеб сегодня, который у нас был, и больше, чем даже кусок хлеба, это милость Божия. Потому что его могло и не быть. И мы могли и не проснуться сегодня. Бог хранит. Не потому, что мы хорошие водители, доехали, все нормально, а потому, что это милость Божия. Как и спасение, милость Божия. И вот Иисус, Он находил время, Он шел на холмы, на горы, молился. Он прибыл в общении с Отцом. И ученики обратили на это внимание. И однажды они подошли и попросили Господа о чем? Научи нас молиться. Научи нас молиться. Значит, надо Бога просить. А почему? Чтобы ориентиры были библейскими. Чтобы приоритеты были правильными. И то, что на первом месте, было бы на первом. А что должно быть на десятое, стало бы на десятом месте. На десятое место. Иисус дал им пример. Молитвы очень наши. Пример. Помните? И прости долги наши, как и мы что? Прощаем должникам нашим. А если не прощаем? Тогда что? Мы сами свидетельствуем против себя? То есть, здесь как пример. Как приходить к Богу? Как вот строить этот фундамент, с которым мы можем открывать свои сердца, чтобы наша молитва не приткнулась об потолок. Иисус всегда молился. И когда мы молимся, мы говорим, Господи, мы зависим от Тебя. От Тебя. Всегда. Поэтому пусть Бог нас благословит. Эти требования. Это первое измерение стандарта. Чтобы мы пошли по тем дарам, которые мы имеем. Чтобы в нашей практике жизни люди видели Иисуса, ибо люди устают от наших слов. Мы привыкли много говорить, а нужно делать. Чтобы мы думали не только о себе, но о Божьем деле. И мы на среде послания доброй вести наружу. Чтобы мы научались от Бога любить. Любить. Чтобы мы всегда пребывали в молитве. Простили Бога научать нас молиться. И чтобы мотивация наших молитв была действительно библейской, пральдивой. Чтобы однажды, встретившись с Господом, а мы обязательно с Ним встретимся, чтобы встретились с Ним, как с Искупителем, как с Спасителем, как с Избавителем. И услышали эти славные слова. Войди в наследие Господина своего. Аминь.